Привет всем! Новый выпуск в 2023 году и это будет не только велоновости номер 3. С вами канал веломагазин Отвинта и я Константин Черняков. Хотел бы рассказать, чего ждать нам вместе с вами в этом 2023 году. По большому счету с 2020 года по настоящий каждый год идет постепенное повышение цен на велосипеды и велосипедные компоненты. И на сегодняшний день цены выросли настолько, что отличаются от цен 2019 года порядка 50%. Конечно, это очень много, с учетом того, что у нас еще при этом падают заработные платы. В этом году, в 2023 выбор велосипедов очень сильно сузился. Можно разделить велосипеды по брендам на группы. Первая – это бренды мирового уровня. Их уже фактически нет. Единичные остатки, которые можно найти еще в магазинах, вымываются с каждым днем и новых поступлений не ожидается. Вторая группа – это бренды российского происхождения. Их количество можно перечислить по пальцам обеих рук. И третья группа – это китайский велохлам. В нем огромное количество брендов, которых вы можете увидеть на рынке. Их цвета пестрят, названия не запоминаются. Как только вы отойдете от павильона, но они дешевые, но имеют право быть такими. С учетом задержки в логистике и, по большому счету, резкое сужение количества представленных брендов, я могу судить о том, что в ближайшее время у нас достаточно большое количество магазинов, которые специализируются в велосипедной тематике, будут закрываться. Те магазины, которые остаются, фактически становятся обезличенными и исчезает их уникальность. Из-за того, что отсутствуют какие-то особенные интересные бренды, ради которых приходят люди в этот магазин. Все это внешние факторы, которые влияют на велосипедный рынок Республики Беларусь. Но есть и внутренние факторы. Перейдем к ним. А внутренние факторы – это плод активности наших законодателей. С 1 декабря велосипеды теперь подлежат прослеживаемости. То есть каждый возимый велосипед регистрируется в специальной базе. Между организациями продажа осуществляется в электронном виде. Это электронные накладные. Штрих-коды теперь также регистрируются через особую процедуру. Со стороны звучит современно, но в этом всем нужно разобраться, и это требует достаточно большого количества времени. Также на велосипеды ввели ограничения по торговым надбавкам. Ах да, еще и налоги. Тем, кто осуществлял свою деятельность и платил единый налог, его подняли в три раза. Если в активный сезон с ним можно было жить, то зимой нужно иметь достаточно большой жировой запас. Но откуда его взять? Вот такие новости. Теперь перейдем к тому, что мы готовим для вас в 2023 году. Велосипедный бренд Вэйт. Мы продолжаем с ним активно работать. Кстати, выяснилось, что ноги его растут из-за российской розничной сети Кант. Ассортимент мы немного расширили. Также были представлены велосипеды как обычные горные, так и гибриды. Ну а также приедет модель Гревл. Следующий бренд это Стингер. Мы начали заводить эти велосипеды в конце лета 2022 года и не так давно опять получили очередную поставку. У бренда есть неплохие модели, в том числе соответствующие современным трендам. Это с одной звездой спереди Нэрро Уайт. Решили еще раз поработать с таким брендом, как Старк. Уже привезли пробную партию перед Новым годом и собрали. И сейчас есть в наличии такая модель шоссейных велосипедов, как Пелотон, а также модный Гревл. Оба эти велосипеды собраны на оборудовании компании Шамана. Модели получила достаточно бюджетные, при этом неплохие. И еще Форвард. Мы имеем опыт работы с этим производителем. Будет представлена одна модель, достаточно бюджетная и модная, горная. И еще немного неопределенности. Многие из вас ждут велосипеды бренда Мерида. Мы тоже ждем и не теряем надежды. Вообще это все, что касается велосипедных брендов. По поводу поставки комплектующих запчастей. Это будут все те же бренды, которые были представлены раньше у нас. Но касательно Шамана, они будут, их продукция. Но она будет представлена в большей степени продукцией в ОЕМ упаковке. То есть без их яркой индивидуальной упаковки. Те остатки, которые есть, они уменьшаются. Но надеюсь, что еще что-то хватит. Мы держим фокус на приводах под одну звезду на РУ-Вайт. И кассетах с большим диапазоном передач на 8 и 9 звезд. К ним будут и задние переключатели. Вот с монетками пока еще вопрос. Мы ждем подтверждения нашего заказа. Как ранее мы и анонсировали, мы также ожидаем достаточно большую партию резины Maxis. И ожидаем ее получить где-то к марту. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки к этому видео. И продолжим обсуждение в комментариях.